В России регулярно проводятся всевозможные выставки и парады ретро-мобилей, а потому удивить публику чем-то необычным крайне сложно. Но чайка-клубу, сообществу владельцев ГАЗ-13, ГАЗ-14, а также спецмашин «Волга» своеобразной восьмеркой и автоматической коробкой – это удалось. В этом году клуб впервые открыл сезон торжественным дефиле. На радость случайным зрителям колонна прошла по улочкам ВДНХ и финишировала у музея гаража особого назначения. Вообще сообщество насчитывает более сотни человек из России, ближнего и дальнего зарубежья, но на празднике было лишь 14 машин. Собрать больше довольно сложно. Думаю, что пока это будет довольно сложно осуществить. У нас редкие автомобили, их довольно мало выпустили с одной стороны. Буквально три с небольшим тысячи тринадцатый чаек и тысячи стоп. Четырнадцатые модели, ну, соответственно, из тех, кто дожили до наших дней, тех, кто находится в приличном состоянии, их, соответственно, кратно меньше. Поэтому выезжает там порядка 10-15 машин в среднем. Выделить какую-либо машину из тех, что открывали сезон «Чайка-клуба», непросто. Ведь каждый из них по-своему уникально и любопытно. Взять, к примеру, вот этот ГАЗ-13. Он примечателен не только тем, что является самым возрастным автомобилем в колонне, но и двухцветной окраской кузова. На самом деле «Чайки» – это как автомобили «Форд Т» известные. Генри Форд говорит, что он мог быть любого цвета, если этот цвет черный. Вот «Чайки» тоже 90 с лишним процентов выпуска, 98, наверное, это были машины черные. Но первые несколько автомобилей, собранных в конце 50-х годов, в 59-м году, они были двухцветными. Вот наш один из одноклубников решил сделать машину именно под тот самый ранний выпуск. Содержать «Чайку» – удовольствие не из дешевых. Эти машины привередливы к условиям хранения и довольно прожорливы. В загородном цикле, как рассказывают владельцы, могут потреблять около 17 литров на сотню. А в пробках – все 30. Да и с запчастями не все так просто. Зачастую проблема найти оригинальную запчасть. И проблема вдвойне найти оригинальную запчасть по недорогой цене, скажем так. Но в принципе запчасти есть. Особенно если брать 14-ю модель, она довольно неожиданно закончила свою жизнь на конвейере. Ее сняли в 88-м году чисто волонтаристским решением. А запчастей на нее наделали впрок довольно-таки много. Помогать друг другу запчастями – одна из задач «Чайка-клуба». Другая – популяризация советского автопрома. А потому сообщество проведет в этом году еще как минимум две встречи. Традиционный летний слет и торжественное закрытие сезона осенью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова